Вы неоднократно говорили о европейском выборе Украины, который вы поддерживаете. Если посмотреть огромное количество ваших интервью, я так понимаю, отсутствие летописи эпохи, вы правы, большинство этих людей это люди советского периода и люди, которые сегодня, возможно, отчасти это украинские люди, отчасти это люди, которые известны в России. Нет ли здесь противоречия? У нас были герои одни тогда, и это было частью эпохи, это была эпоха. И сейчас, позже, мы стали понимать, что герои были не настоящие, многие, что нам врали очень сильно, мы тогда этого не понимали. Мы сейчас не понимаем, что нам продолжают врать, но это наша жизнь. И у меня так получилось, я почувствовал эту миссию какую-то показать через людей, которые были частью эпохи и сами стали эпохой жизни, которая окружает меня, моих современников. И если среди моих героев много тех, кто сделали свои карьеры, свои жизни в советское время, это не потому, что я грущу по советскому времени, я по нему не грущу, я его не люблю. Это потому, что мы тогда жили, и мы очень хотим узнать правду, докопаться до истины. Что это было? А что сейчас происходит? К тому же времена, то, что было и то, что сейчас, они неразрывные. Одно проистекает из другого. И чтобы получить бесценное, на мой взгляд, свидетельство очевидцев, которые правдивы учебник об истории, которые переписываются постоянно, я и беру свои интервью.